С ребенком на руках через дорогу, то ли из-за дождя, то ли из-за собственной неосмотрительности, 41-летняя женщина перебегала проезжую часть на запрещенный сигнал светофора. 29-летний водитель шокирован, говорит малютке около года. Их вместе с мамой отправили в больницу. Надеется, что травмы будут не опасными, ведь ехал он на небольшой скорости. По поводу возможной ответственности мужчина не переживает, говорит, обстоятельства ДТП зафиксировал видеорегистратор, да и совсем рядом дежурил пост ГАИ. А вот в госавтоинспекции обеспокоены всплеском аварии с участием детей. Лишь за предыдущие сутки на Салтовке под колеса Ситроена попал трехлетний мальчик, а на перекрестке Полтавского шляха и улицы Кравцова «Жигулина» ехали на 15-летнюю девочку. С травмами различной степени тяжести дети были направлены в больницы. И хотя статистика за 8 месяцев этого года выглядит лучше прошлогодней, 179 ДТП против 202, сократить количество аварий до минимума практически невозможно, говорят в ГАИ. Ведь правила дорожного движения нарушают не столько дети, сколько их родители, будучи как водителями, так и пешеходами. Это и нехтывание водителями, батьками, элементарных правил поведения пасажиров в транспорте. Это много водителей, батьков, сажают детей на передние сиденья, не используют паски безопасности, нехтывают автокрислом, не ставят такие автокрисла. Поэтому в разе возникновения дорожной транспортной пригоди, звичайно, дети травмуются чаще, чем взрослые. Невнимательность после отпусков, увеличение интенсивности движения в городе, ухудшение походных условий и темная одежда у пешеходов. Именно по этим причинам и наблюдаются осенние всплески аварий, говорят общественные активисты. Виктор Казарис уже не первый год ратует за внесение изменений в законодательство, которое бы предусматривало штраф за отсутствие светоотражающих элементов на одежде детей. Сейчас, вы видите, погибшились погодные условия, рано темнеет, детей, которые особенно учатся в другую измену, плохо видно на дорогах, а такие фликеры, значки светлопомердальные, которые используются в других странах, для подвищения видимости детей в темный период времени, у нас, на жаль, не используются. Они то используются, но их носение не является обязательным. Сами же пешеходы порой ведут себя крайне неадекватно. Надевают наушники, капюшоны, даже с колясками переходят дорогу на красный свет, говорят уже автомобилисты. А ведь из-за неадекватного поведения пешехода гаишники спросят именно с водителем. Беспечность водителей, безнаказанность водителей, а это уже вопрос ГАИ и выше. Ну и беспечность самих пешеходов, невзирая на то, что я, становясь на зебру, юридически прав, но фактически поломанные ноги, разбитый череп, ну мне никто не вернет, никакая юриспруденция и закон меня от этого не спасет, от балбеса, который сел за руль. Единственный способ спасти как свою, так и чужую жизнь – внимательность, говорят активисты. И не отрицают, что эффективным может оказаться наказание не только водителей, но и пешеходов. Но практика штрафа для последних является крайне редкой в Харькове. Татьяна Датсяк, Андрей Радич, агентство телевидения новостей. Сырость и ветер на улице, холодные батареи дома. Харьковчане признаются, с такой погодой ждать начало отопительного сезона, а по традиции до середины октября нет сил. Хочется, чтобы тепло в дома начали подавать уже сейчас. Сейчас. А то очень холодно, дети замерзают, одежды никакой нет. Не успели купить. И вот так вот холодно. В связи с тем, что погодные условия в этом году у нас экстремальные, считаю, что если бы начали на пару недель раньше, люди были бы только довольны. Коммунальщики рапортуют, готовы начать отопительный сезон уже сейчас. Все согласования получены, системы заполнены на 91%. К концу недели, обещает директор КПХТС Сергей Андреев, готовы будут абсолютно все дома. Ждут только подписи от мэра и разрешения от природы. Для включения отопления нужно, чтобы среднесуточная температура в течение трех дней не поднималась выше плюс 8. Единственный, но самый важный вопрос – хватит ли газа на весь отопительный сезон. На сегодня, говорит Андреев, договор с НАК «Нефтегаз Украина» заключен только до 31 декабря. Проплаты за топливо от харьковских тепловых сетей составляют сейчас всего 72%. Долги – 762 миллиона. Но это практически столько же, сколько само правительство должно ХТС. Однако, несмотря на единую партийную линию, единых расчетов не получается. На сегодняшний день, это не секрет, покрытие тарифов не 100%. В связи с тем, что правительство до сегодняшнего дня не выделило ту разницу, которая возникает между себестоимостью производства тепловой энергии и установленными тарифами, значит, по харькову эта цифра почти 750 миллионов. Это цифра за последние полтора года. Значит, это первый аргумент не в пользу того, что мы рассчитываемся. Кроме того, еще 170 миллионов – это уже судебные решения – должны вернуть тепловикам потребители-должники. Андреев говорит, он верит, что правительство все-таки рассчитается с коммунальщиками и перебоев с поступлениями газа не будет. Если же это случится по экономическим или даже политическим причинам, то придется идти на крайние меры, отключить горячую воду. Если возникнут проблемы, которые возникали у нас уже дважды за последние годы, когда Россия прекращала поставки газа, ну, выбираем из двух взрыв наименьше. То есть, если действительно возникнут проблемы с газом, то как один из вариантов сокращение подачи горячей воды для того, чтобы обеспечить теплоснабжение. Однако Андреев подчеркивает, это крайняя мера. На случай перебоев с поставками газа на ТЭЦ еще есть и запасы мазута. Марина Николаева, Владимир Борох, Агентство телевидения новости. Салом или езда с препятствиями. Научиться экстремальному вождению в Харькове водители могут прямо здесь, на улице Шевченко. Для того, чтобы преодолеть расстояние от метро Киевская до улицы Героев Труда, водителям приходится изворачиваться, будто уж на сковородке. Перманентный ремонт улицы Шевченко длится уже несколько лет. В 2008 году объект был сдан. Однако после этого неоднократно переделывался. Ведь каждую весну на дороге появлялись ямы и трещины. Да и коммунальники прибавляют хлопот, то и дело разрывая новое покрытие, чтобы добраться до прохудившихся труб. А потому Шевченко до сих пор в раздолбанном состоянии, возмущены автомобилисты. Иногда работает дорожная техника и рабочие. То ливневки устанавливают, то ямы латают. Теперь вот еще и люки подняли на высоту около 10 сантиметров. Зачем и доколе – недоумевают водителям. В люки, конечно, неудобно очень ездить, потому что ходовая разбивается. Не всегда есть возможность люк объехать. Поэтому приходится ехать по люкам. Очень неудобно. Высокие люки приходится объезжать, выезжать на встречную полосу. Иногда. Ну, я не знаю. Нехорошо. И долго очень длится вся эта канитель. Рабочие из компании «Паркинг Плюс», которая охватила едва ли не все дорожные работы в городе, вновь в пределе. Дорожники немногословны. Мол, начальника нет, а все вопросы только к нему. Но зачем все-таки превратили дорогу в трассу для слалома, великодушно объясняют. Слой еще будет асфальт. Это уже давно делалось, девушка. Этот слой уже закатывали год назад. А сейчас будет чистовой слой. Для этого люки и подняли. Потерпеть водителей просят до наступления ближайшего тепла. Если погода позволит, закатать второй слой асфальта смогут за неделю. Однако вся эта информация получена от рабочих «Паркинг Плюс». В мэрии на вопрос, на каком этапе находится и когда все-таки закончится реконструкция, отвечали «два дня», но так и не ответили. Татьяна Датяк, Андрей Радич, агентство телевидения «Новости». Что такое живопись в стиле авангард, рассказать об этом наглядно решил харьковский художник-муралист Денис Коэн. В качестве полотен для своих шедевров Коэн выбрал дома, в которых жили выдающиеся художники. Улица 23 августа, 40. Здесь жил и творил легендарный авангардист Василий Ермилов. Вместе с Денисом рисуют двое профессиональных альпинистов, которые корректируют его творческий полет. Они мне говорят, мы так не можем сделать, я не понимаю. Потом я завожу, они меня вывешивают на эти. Я понимаю, что так нельзя сделать. И у нас происходит такой вот плодотворный диалог. То есть ребята не художники, но при этом мы понимаем, где технология, где художественная часть. Торец дома, на котором изображены самые сложные фигуры, расписывали ночью с помощью проектора. На все ушел ровно месяц. Самое главное в реализации этого проекта – страховка и хорошая погода. Ведь ребята рисуют на высоте 15 метров, говорит Денис. А на очереди еще два дома неподалеку. В них жили художники Борис Косарев и Анатолий Петрицкий. Аналоговых таких проектов в Украине вообще не было. И я знаю, это же в России. В России они только один торец берут. Жители дома всячески стараются поддержать ребят и уверяют, такому облагораживанию только рады. Последние 36 лет я видел грязный дом, непонятного окраса, обшарпанный. А сейчас, мало того, что он преобразился, ну, что касательно фона, так тут еще такие симпатичные картинки. Я считаю, что это здорово, потому что каждый дом индивидуально приобретает свою. А у нас теперь будет код, много всяких гитар, нот, и он станет разноцветным, и все будут знать, где мы живем. Когда работа полностью будет завершена, говорит Денис, расписанные дома образуют аллею авангардистов, которая будет служить еще и своеобразным выставочным центром. Ну, а заодно Денис планирует расписать и 16-ти этажки, которые находятся напротив. Анна Юрченко, Андрей Радич, агентство телевидения новости.